Здравствуйте! В эфире программа «Абметиск сегодня» в студии Алена Минкина. Главная тема выпуска – комфортно жить, успешно работать. В Альмитинском районе открылся очередной 8-й дом для участковых и полномоченных полиции. Все здесь, семья рядов, самое главное. Они сделали выбор и не пожалели. В Альмитинском филиале к НИТУКАИ прошел выпускной. КАИ – это престижно, это модно, и здесь очень великолепный преподавательский состав, который дает очень колоссальные знания. Казанский Кремль или университет. Голосование за символ Татарстана для новых купюр продолжается. Да, я, конечно же, буду голосовать за символ Казани на купюрах денежного знака. Сегодня в селе Абдрахманово состоялось открытие административно-жилого комплекса для участкового и полномоченного полиции. Он построен по республиканской президентской программе. В торжественной обстановке ключи от нового дома были вручены старшему участковому и полномоченному полиции Ильгаму Вильданову. Также глава МВД Татарстана Артем Хохорин вручил участковому ключи от служебного автомобиля «Нива». С 2013 года в Альметьевском районе открылись 7 административно-жилых комплексов для участковых и полномоченных полиции. Это 8-й. И здесь также, как и в других комплексах, созданы условия для работы с возможностью проживания непосредственно на обслуживаемых территориях. Главная особенность строительства подобных комплексов – круглосуточная доступность участкового для сельчан. Мы рады, что есть возможность, с одной стороны, дать условия для несения службы, для проживания в семье очередного нашего сотрудника, непосредственно работающего на заведении участкового. С другой стороны, рады, что есть возможность максимально приблизить живого и постоянно работающего, живущего здесь сотрудника полиции. Ильгам Вильданов пришел в органы внутренних дел 15 лет назад. С прошлого года является старшим участковым и полномоченным полиции. Обслуживает села Абдрахманово и Тайсуганово. Сегодня для него особенный день, день, в который сбываются мечты. На торжественном открытии жилого комплекса Ильгам Вильданов получил сразу два кульча – от административно-жилого комплекса и от служебного автомобиля «Нива». Сотрудники отдела внутренних дел несут достойно свою службу с честью и достоинством, защищают наши интересы. Я рассчитываю, что вопросы безопасности, они будут из года в год только повышаться, и результат они уже налицо. Министр внутренних дел республики вручил награды главе администрации Айрату Хайрульну и строителям. После официальной части участники торжества осмотрели комплекс. Участковый пункт полиции, а также жилая часть помещения полностью обставлены мебелью и оснащены оргтехникой. В доме сотрудника полиции гостей встречала его семья – супруга и две дочери. Раньше семья Вильдановых проживала в Альмитинске. Сегодня они переехали в деревню, чему очень рады. Свой огород, свежий воздух и частный дом – это по мне, признается супруга. Очень, конечно, благодарна, что это свой дом. Я выросла в деревне, вообще мне все нравится, все устраивает, все хорошо, родители рядом. Эти родители тоже так же, они недалеко тоже свой дом. Мечтали, чтобы был огород свой, все свое, зелень, как говорится, все такое. Очень рады. Очень удобно. До этого я в городе жил, у меня было очень неудобно с города приезжать сюда, делать здесь работу и опять ехать в город. Очень удобно. Здесь я и работаю, и все здесь. Семья рядом. Самое главное. Огромное спасибо вам за такой красивый дом. Нам очень понравилось. Мы знаем, у папы очень опасная и ответственная работа. А сейчас его работа рядом. Спасибо вам и нашему президенту. По словам сотрудника полиции, теперь созданные комфортные условия проживания и службы дадут еще больше стимула для успешной работы. Алла Суга Таулина, Ильдар Гемаев, Альмитинск ТВ. Жилищные условия улучшаются не только у сельских полицейских. В Альмитинске по муниципальной программе «Безопасный город» ведется оснащение подъездов жилых домов, системой видеонаблюдения, информирования «Глашатай» и системой экстренного оповещения усовершенствованными домофонами. Министр внутренних дел Республики Татарстан Артем Хохорин побывал сегодня в одном из таких домов. В шести домах Альмитинска установлена система «Безопасный город». Пять из них находятся на обслуживании управляющей компанией «Алсу». В доме номер 25 по улице Галеева побывали сегодня гости из Министерства внутренних дел Республики, чтобы своими глазами увидеть, как работает система. Домофон работает в режиме онлайн. Записи наблюдения сохраняются в течение месяца. Спустя месяц жители имеют право посмотреть, кто прошел к ним, воспользовавшись домофоном. Как отмечает руководство ЖЕВА, жителям установка этого оборудования гарантирует прежде всего безопасность, а сотрудникам управляющей компании удобно работать с населением. Помимо видеонаблюдения, также есть сигнал в МЧС. То есть, если где-то случается чрезвычайная ситуация, трубки у жителей в квартире начинают подавать сигнал, житель поднимает трубку, и там уже идет какое-то оповещение. Эти домофоны оборудованы звуковыми системами, то есть при наборе номера идет не просто пиликанье, можно задать какую-то голосовую информацию, например, для нас, как для управляющей компании, например, будет уборка снега в зимний период. Пожалуйста, уважаемые жители, уберите автомобили. Вся система на один подъезд жилого дома обходится в 11 тысяч рублей. Причем установка идет без привлечения средств населения в счет существующего тарифа на обслуживание домофонов. Всего запланировано оснащение 2300 подъездов системы видеонаблюдения. 1000 подъездов будет оснащено до конца декабря 2016 года. 1300 подъездов запланировано у нас в 2017 году оснащение. Данная программа реализуется за счет инвестиционных средств частных компаний без привлечения бюджетных средств и без привлечения дополнительных средств населения. Совещание по вопросу налоговых платежей и сборов провел глава Альмитинского района Айрат Хайрулин. По итогам первого полугодия долг по налогам в местный бюджет увеличился с 46 до 51 миллиона рублей. Какие меры будут приняты в отношении неплательщиков, узнаете в нашем следующем сюжете. Самый значительный рост недоимок наблюдается по земельному налогу и по налогу на доходы физических лиц. Причиной увеличения является низкая активность налогоплательщиков и доначисление по актам выездных проверок. Чтобы ликвидировать налоговую задолженность, создана рабочая комиссия на уровне исполнительного комитета. Так, по итогам первого полугода проведены 14 заседаний с приглашением неплательщиков. Также в Министерстве финансов направлены списки юрлиц и физических лиц, имеющих за должность выше 60 тысяч рублей. Глава Альмитинского муниципального района Айрат Хайрулин напомнил, что по поручительству президента Татарстана Рустама Миниханова создана республиканская межведомственная комиссия. Она контролирует вопрос погашения задолженности в бюджет республики. В еженедельном режиме ведется мониторинг по уплате долгов. Теперь в случае неуплаты установленный срок взыскания задолженности будет производиться в судебном порядке. Будут использоваться такие меры воздействия, как ограничение выезда за пределы России, арест имущества, арест счета в банке и некоторые другие. Для того, чтобы узнать свой долг по имущественному налогу, граждане могут обращаться в налоговую инспекцию. Эдуард Рокопьев, Алена Минкина, Эльдар Гимаев, Альмитиск ТВ. Сотни альмитиских школьников в этом году окончили обучение в 11 классе. И сейчас, наверное, каждый из них задается одним и тем же вопросом. Куда поступать? Ответ простой – поступать правильно. А что это значит, расскажем в следующем сюжете. В этом году альмитиский филиал Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ отмечает 15-летие. Ежегодно он дает путевку в жизнь сотням студентов. В этом году дипломы получили 404 выпускника заочного и очного отделений. 26 студентов – овладатели красных дипломов. Одна из них – Алана Беликова. За 4 года обучения она ни разу не пожалела о том, что выбрала КНИТУ КАИ. Я шла к этому очень долго, упорно, со слезами, на чему я очень благодарна своим родителям. Они меня повели к этому, и диплом я это посещаю своей маме. Во-первых, КАИ – это престижно, это модно, и здесь очень великолепный преподавательский состав, который дает очень колоссальные знания, и их можно использовать не только в теории, но и на практике. Отличием университета является то, что он дает своим выпускникам рабочую специальность. Так, учебно-производственный центр позволяет студентам получать практические знания, не отрываясь от реального производства. Студенты получают специальность токаря третьего разряда и наладчика станков с числовым программным управлением. Вы выбрали 4 года назад правильный университет, правильный ВУЗ. Он действительно востребован, и доказательство тому, официальные данные, процент трудоустройства выпускников КАИ достигает более 90%. Уже будучи студентами, они становятся профессионалами. Подтверждение – городской конкурс профмастерства «Лучший по профессии-2016», на котором лучшим инженером-технологом была признана именно студентка КНИТУ КАИ. Это, безусловно, показатель высокого уровня преподавания в ВУЗе. «Хочется поблагодарить каждого из преподавателей КАИ за то, что они нам дали знания, за то, что привели нас к этому дню, что мы все являемся выпускниками КАИ». Выпускники счастливы, очередной этап их жизни пройден. Для многих из них учеба в КНИТУ КАИ была заветной мечтой. «Я сразу хотел после школы поступать в КАИ, как моя мечта стала. Вот она исполнилась, 4 года прошло. КАИ является одним из ведущих университетов страны, один из самых известных. И, как у нас говорится, КАИ – это пуп земли». Но учеба – это не только занятия в аудиториях, зачеты и экзамены. От сессии до сессии живут студенты весело. Это в полной мере относится и к альмическому филиалу КНИТУ КАИ. «Для студентов очного отделения у нас очень много различных видов деятельности, где они могут развиваться творчески. Это и спорт, это и художественная самодеятельность, это и КВН, это и театр, ну, и волонтерство. Вот сегодня перечислишь, жизнь настолько насыщена, всесторонние могут развиваться. И еще особая информация для тех, кто окончил техникумы. Возможно, в этом году у них есть последний шанс поступить в университет без сдачи ЕГЭ. «Пока они могут получать высшее образование без сдачи ЕГЭ. Но с следующего года этого может не быть. Поэтому я хочу, чтобы они перезадумались и, выбирая вуз, поступали бы правильно, поступали бы в КАИ». В системе образования постоянно появляется что-то новое. Так может выйти, что заочное экономическое образование получить будет невозможно. Пока же такая возможность есть, не упустите ее. Приходите учиться. Приемная кампания продлится до 26 июля для очного отделения и до 20 августа для заочного. А мы напоминаем, что голосование за символы для новых купюр продолжается. Сейчас проходит первый этап голосования, который позволит сформировать расширенный список городов и их символов. В конкурсе участвуют два символа Казани – панорама Казанского Кремля и Казанский федеральный университет. Первый этап продлится до 28 июля. По его итогам в список претендентов попадут города, набравшие не менее 5000 голосов. Мечеть Кулшариф и Казанский Кремль на этой неделе преодолели отметку в 5000 голосов. В конкурсе, объявленном Центробанком Российской Федерации. За место на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей. Ближайшие конкуренты Казани в Поволжском федеральном округе – Нижегородский Кремль и памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Жителям Татарстана важно, чтобы именно изображения дорогих их сердцу мест стали символами новых купюр. Я проголосовала, чтобы на новых купюрах было изображение нашей столицы Казани. Я думаю, она этого заслуживает. Проголосую, да. Обязательно даже за казанские символы. Да, я, конечно же, буду голосовать за символ Казани на купюрах денежного знака. Важен каждый голос. Для того, чтобы проголосовать за символы Казани, надо зайти на сайт твоя-россия.рф. В поле «Выбери город» выбрать Казань. В поле «Предложи символ» выбрать панорама Казанского Кремля. Мечеть Кулшариф и Благовещенский собор. Нажать «Предложить еще варианты». Во втором поле «Предложи символ» выбрать Казанский Приволжский федеральный университет. Нажать кнопку «Проголосовать». Затем нажать кнопку «Получить код» и отправить СМС с полученным кодом на номер 2420. Операторами связи может взиматься плата за СМС. Также можно авторизоваться через аккаунты в социальных сетях. Ради Крахимов Полина Сураева, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Это все новости на сегодня. В самом разгаре конкурс «Мое лето» объявленный телекомпанией Альметьевск ТВ. На нашем официальном сайте началось голосование за фотографии участников. Поддержите конкурсантов своим голосом. И, кстати, мы объявляем о новой номинации «Я люблю пляж». Сфотографируйтесь на новом городском пляже и пришлите нам свои фотографии. Принимаем работы до 20 июля. Я же с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин